Пятилетний мальчик из Басарабяски, который неделю назад попал в детскую больницу Емелиан Коцага серьезными ожогами, все еще не вышел из тяжелого состояния. По словам врачей, ребенок перенес несколько операций и еще находится в секции реанимации. В реанимацию Станислав попал после того, как 3 сентября пошел в магазин купить хлеба и мороженого, а вместо сдачи продавщица выдала три коробка спичек. По дороге домой мальчик проходил мимо участка с высохшей травой и поджег ее. Трава вспыхнула моментально, а огонь попал и на ребенка тоже. Оказывается, когда он пошел второй раз в магазин за хлебом, женщина на сдачи на копейки дала ему коробок спичек. И он перешел трассу, центральную дорогу, зажег траву. И с ним произошел несчастный случай. Ожоги третьей степени голени, первой степени лица и руки, груди. Врачей вызвали соседи. В течение нескольких часов ребенка доставили в Кишинев на санитарной авиации. Он получил ожоги половины поверхности тела. Свидетели говорят, что после трагедии продавщица начала отрицать свою вину и утверждает, что она не давала ребенку спичек. Сначала она признавала, что она продала спички ребенку, когда сразу же мать подошла. Но потом, когда поняла, что на нее может быть возбуждено уголовное дело, естественно, что отнекивалась с фразой «я сигареты, спички и табак не продаю малолетним». Мальчик происходит из социально уязвимой семьи. Его вместе с братом растила только мать, которая работает в почтальонном селе. Соседи пришли им на выручку и все вместе собрали деньги, чтобы помочь матери Станислава оплатить расходы. Семья очень бедная. Мать воспитывает этих деток. Она не пьет абсолютно. Нормальная, адекватная женщина. Она все возможное деткам своим дает и заботится, и в садик водит. Они опрятные очень, чистенькие, бедные, но очень чистенькие люди. Если мы все не останемся равнодушными, и даже если это будет сумма 10, 20, 30 лей, мы поможем ребенка поднять на ножки, чтобы ему не ампутировали ноги. Потому что я так слышала, что уже идет речь об ампутации возможной. Добрых людей просят прийти на помощь семье из Басарабязки. В социальных сетях уже запустили кампанию по сбору средств для Станислава. Правоохранительные органы Басарабязки совместно с сотрудниками по защите детей расследуют этот случай. Согласно статистике, в прошлом году 51 ребенок умер, а более 2000 пострадали в результате бытовых инцидентов.